Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Сергея Матвеева. И сейчас поедем купаться на границу России и Абхазии. Так, это новый концертно-театральный комплекс строится. Это локация аллея Пальм. Это станция курорта Мелитинский. И мы отправляемся по Олимпийской аллее, друзья. К морю сейчас выйдем. Ноябрь, скоро уже зима. А у нас тепло. Сегодня, мне кажется, будет около 30 градусов. Сейчас уже плюс 20. В общем, друзья, желаю всем прекрасного настроения. Приятного просмотра. Сейчас покажу вам адлерский сочинский вайб. Усаживайтесь поудобнее, берите вкусняшки, зовите друзей. Отправьте это видео тем, кто любит Сочи, потому что мы начинаем. Смотрите, у нас справа. Автодром сочинский. И, кстати, Сочи это спортивная столица России. Стала после Олимпиады. Вот, как вы видите, Сочи оправдывает этот статус. Так как реально здесь постоянно все занимаются спортом. Куда-то бегут, едут, прыгают. Также, друзья, хочу вам напомнить, что Перед тем, как отправиться, я скинул информацию в свой телеграм-канал. У меня есть телеграм-канал, куда я скидываю информацию в режиме реального времени. Также у нас есть чат. И группа ВКонтакте, куда я дублирую все видеоролики. Подпишитесь на все ресурсы и на те, которые вам удобны. И будем оставаться на связи. Так, сейчас на автодроме проходят какие-то гонки. Тут, в Сочи, в Сириусе, в Олимпийском парке постоянно проходят мероприятия разные. Даже не успеваешь за ними следить, не то что на них попадать. Мы сейчас по плану выезжаем к отелю Богатырь, к пляжу. И по Олимпийской набережной двигаемся в сторону границы России и Абхазии. И там смотрим на красивые горы и купаемся. Подъезжаем сейчас. Слева у нас начинается Сочи парк. Сейчас утро, буквально 11 час. Я недавно проснулся, поделал свои практики. Я уже, ну, позанимался спортом, принял холодный душ. Позавтракал. И вот у меня сейчас будет вторая тренировка. И потом я поеду по делам на Новый Век. В центр. Так, смотрите, вот такой базарчик. Тут даже одежду продают. Слева вход в Сочи парк. Там очень много народу. Сейчас тут день рождения Баба-Яги. Отмечают. День рождения Баба-Яги с 13 по 12 октября. По 12 ноября. Сегодня выходной, друзья. Посмотрите, как много народу. Двигаемся потихонечку. Смотрите, бархатный сезон продолжается. По моему опыту. Это первый бархатный сезон, который так долго затянулся. Практически не было холода. Опускалась как-то температура там до 10 градусов. Но не было такого, знаете, что-то плюс 4, чтобы все разъехались. Всегда вот есть какая-то хорошая погода. Весь сентябрь, весь октябрь стоит. Так, мы сейчас проезжаем. Строится комплекс Монтера. Посмотрите, какие красивые горы. Сейчас мы их получше разведим. На границе. Так, вот дорожка, смотрите, ведет к морю. Слева тут высаживают газончик. Вот с пальм, с деревьев разных. Каждый раз, когда едут, тут все время добавляются какие-то новые растения, деревья. Будет здесь аллея. С левой стороны образовательный центр Сириус. Справа Монтера. Когда они достроят, вот сюда делают. Смотрите, какие пальмы засадили. Высокие. Подъезжаем, друзья, к морюшку. Сегодня море волнуется. Смотрите, идет реставрация. Велая и беговая дорожка. Справа, слева. Скоро будем ездить по новой дорожке. Удивительно, что никто не ходит по велодорожке. Так, все, проезжаем. Помните, тут был Гарри Портер слева. Сейчас я хочу посмотреть, что там сейчас. Все, нет Гарри Портера, все, что осталось. Очень много людей, туристов. Также много людей у моря. Давайте посмотрим повнимательнее. Сделаю сейчас ряд фотографий. Закину их в свой телеграм-канал, друзья. Не важно. Как видите, бархатный сезон продолжается, друзья. Я, если честно, впечатлен. Увиденным. Так много людей. А вы напишите свое мнение, как вам, друзья. Такая атмосфера. Смотрю, там люди раздеваются, собираются купаться. Вот, друзья, Левдийская набережная перед вами. Сейчас спасателей нет. И некому людей гонять. Сейчас я тоже, друзья, занырнул в границе. Ну, вы поняли, да, атмосферу по людям на пляже, как у нас с погодой. А вы, друзья, напишите, как у вас с погодой. Как у вас дела, как настроение. Откуда меня смотрите и когда приедете. Напишите, мне будет интересно почитать. Напишите, как вам мои видеоролики, нравятся или нет. Мне будет интересно почитать. У кого-то там уже зима, снег идет. А мы сейчас будем купаться, друзья. Так, вот подъезжаем тут к знаковому месту. Пляж Сигма Сириус. Тут в обратно выступают. Мы часто приезжали сюда на стримах. Сделал фотографию. Тоже скину к себе в телеграм-канал, друзья. Друзья, скоро будет разнообразие контента. Будут добавляться новые темы, новые локации. Вот, я вас информирую. Скоро выйдет интервью с Сашей. Поэтому все самое интересное впереди. Так, мы проезжаем слева отель Рэдисон. Справа пляж. Тут опять вывесили табло. Сейчас посмотрим данные по погоде, по воде. Тоже вот скину эту фотографию в свой телеграм-канал. Чтобы люди были в курсе, что здесь происходит. Как атмосфера с погодой. Вот я сообщаю, что можно брать билеты и приезжать. У нас погода классная. И она планирует быть классной. Еще по прогнозу до середины ноября. Невероятно просто. Мне кажется, что я ни разу не видел такие ясные горы. Такие четкие. Я сегодня дома потренировался. Поэтому сегодня у меня будет отдых. Так, проезжаем ресторан Высота. И вот за Рэдисоном тут целая спортивная площадка. Тоже сейчас пофотографирую. И скину атмосферу в свой телеграм-канал, друзья. Продолжаем движение наше. Начинается у нас парк Отелярфа слева. Было бы прекрасно, если бы не было отбойника справа. Тогда бы мы видели море больше. Сказочная погода, друзья. Легкий морской бриз дует мне в лицо. Солнышко светит. Сережа мчит. Волосы назад. Искать для вас контент. Надеюсь, вы оцените. По достоинству напишите объективный комментарий. Как вам атмосфера на курорте. Напишите. Может, вы тут были. Может, вам знакомы эти места. Когда собираетесь сюда. Наверное, уже летом. Ну, я покажу вам, что здесь будет происходить до лета. Это в моих планах. Регулярно выходить на связь. Так, подъезжаем вот к известному ресторану Магелла. Становится очень жарко. Уже хочется занырнуть в море. Прохладненько. Это мое основное правило, друзья. Для того, чтобы купаться, я должен разогреться. Примерно, Крафт был. Слева видели. Мимо Крафтса проехали. Или это его брат. Знаете, есть такой хип-хоп-исполнитель Крафтс. Так, мы проезжаем мимо пляжа Спорт Инн. Дальше пляж Брис Резорт. Смотрите, все убрали. Тут такие навесы стояли большие. Дальше пляжа Спорт Инн. Очень-очень много людей. Особенно вот сейчас мы подъезжаем к пляжу Бархатные сезоны. Это город-отель. Так, я тут в какую-то ловушку сейчас заеду. Тут забор. Так, вот они тут готовят. Сейчас будут делать новую дорожку. Совсем скоро мы уже поедем по ней. Подъезжаем границы, друзья. Очень жарко. Хочется побыстрее уже занырнуть в мне. Слева у нас город-отель Бархатные сезоны. Вот этот фонтан мира. Здесь пляж, Бархатные сезоны. Посмотрите, как много людей. Продолжение следует... Продолжение следует... Я заметил, что много рыбаков стало появляться. Пошла Ставритка, Барабулька. Так, надо сейчас выбрать место. Пойдем купаться. Даже кукурузу горячую продают, представляете? В ноябре. Такое видели? В телеграмм скину. Я в прошлый раз скидывал, как он продавал. Так, вот это тоже надо сфотографировать. Соленый горячий кукуруз, он говорит. Кукуруз. Он мой кукуруз. Он в мужском роде говорит, что кукуруз, не кукуруза, а кукуруз. О, как интересно. Морюшко сегодня такое. Грязненькая немножко после шторма из-за того, что волны. Сейчас буду плескаться на волнах, друзья. Сниму короткий ролик и скину его в свой телеграмм, как я купаюсь. Если хотите увидеть, подписывайтесь. Я же на этом прощаюсь. Желаю всем удачи, успехов, просветания. Пусть у вас все получается. Всем спасибо за просмотр и счастливо, дорогие друзья.